Библейский портал экзегет.ру представляет 22 глава книги Левит, читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Ну и снова у нас подробности, которые нам не нужны, не интересны. У нас нет жертвенника, у нас нет храма, у иудеев его тоже нет. Они надеются, что будет, христиане не надеются, потому что после крестной жертвы Христа в этом нет необходимости для них. Ну а здесь все расписано, как это делать на жертвеннике. Скучно, неинтересно, не нужно, зачем это сохраняется в Библии, тем более в христианской. Как историческая справка, как память о давних событиях. Но и без ясного понимания о жертве, о священнослужении, непонятно ничего главного в Евангелии. Ну был такой Иисус, ну ходил, говорил много умных вещей. Вообще-то много людей жил на земле и говорил умные вещи, правда? Ну Иисус был один из них, и все. В чем его уникальность? Что такого особенного он сделал? Принес себя в жертву за грехи мира. Хм, а что это такое? При этом, будучи непорочным и безгрешным, взял на себя грех мира. Ой, это я вообще не понимаю. Вот чтобы это понимать, надо читать эти главы книги Левит, ну и некоторые другие места Ветхого Завета тоже. Господь сказал Моисею, возвести Арон и его сыновья, пусть они будут осторожны с приношениями сынов Израилевых, с тем, что сыны Израилевы посвятили мне, пусть не оскверняют мое святое имя. Знаете, я вот смотрел недавно один фильм, очень неплохой фильм, где идет речь про разминирование минных полей после Второй мировой войны. И вот они настолько привыкли с этими мины таскать, парни, которые этим занимались, что в какой-то момент стали нагружать разминированные мины одну на другую, и так, один хлопнул, результат понятен. Он привык. Когда он первый раз брал в руки мину, он понимал, какая это опасность. Когда он брал ее в тысячный раз, он уже с ней общался, как с мешком картошки, и погиб. У священников та же самая опасность. То есть, можно к этому привыкнуть и осквернить святое имя, результат будет печален. Скажи им, всякий из вас, в любом поколении, кто, будучи нечист, приблизится к тем приношениям, которые сыны Израилевы посвятили Господу, будет истреблен, и не будет его пред лицом моим. Я – Господь. То есть, правила разминирования какие? Ну, я не разминировал, я не был сапером никогда, но там они есть, и там не нужно нарушать их, нельзя делать какие-то вещи, которые приведут к взрыву по неосторожности. То же самое. Что бы то ни было, что нарушило твою ритуальную чистоту, делает тебя ритуально нечистым, означает, что ты должен от этого отстраниться. Да, вот ни в коем случае нельзя в этом дальше участвовать. Никто из потомков фаарона, страдающий проказой или выделениями, у нас были правила про проказу, то есть, любое кожное заболевание, выделение телесное, в том числе нормальное, да, как истечение семени, не должен есть святые приношения, пока не станет чистым. Вот. Или к человеку, прикосновение к которому оскверняет, какова бы ни была причина его нечистоты, женщина, у которой месячная, даже жена этого первосвященника, да, и все что угодно. Всякий, кто прикоснется к чему-либо из этого, будет нечист до вечера. Ну, то есть, правила не строгие, это просто такое состояние временного карантина, очень недолгого, мы все прошли через гораздо более долгие и строгие ограничения по карантинам, да. Он не может есть святые приношения, пока не омоется. После захода солнца он станет чистый, тогда может есть святые приношения, ибо они его пропитания. То есть, забота о нем тоже всего лишь до захода солнца, но потерпеть не так уж трудно. Но только надо совершить омовение, и потом после захода солнца ты чистый. Он не должен есть мясо издохшего животным, или животного растерзанного диким зверем, иначе он станет нечистым. Вот эта пограничная тоже категория, можно есть мясо животного зарезанного, естественно, чистого, кошерного животного. И, ну, понятно, что если оно издохло само, или его растерзал дикий зверь, это не совсем тот случай. Поэтому, в принципе, нельзя, хотя правила не такие суровые, как насчет, скажем, свиньи. Я Господь, пусть они соблюдают мое установление, не берут на себя грех, иначе они умрут за то, что восквернили святыню. Я Господь – источник их святости. А здесь даже не сказано о наказании людском, о том, что их необходимо казнить, скорее о том, что они погибнут вот каким-то образом от Бога. Посторонний не должен есть святые приношения. Живущего священника – наемный работник, не должен есть их. Но тот, кто куплен священником, может их есть. В чем разница? Раб может, а наемный, свободный человек – нет. А наемник – не член его семьи. Рабство здесь патриархальное, то есть раб становится членом семьи священника, соответственно, как его дети. Он может есть эти дары, напомню, речь идет о той доле мясных или хлебных жертв, которые священникам полагаются. Те, кто рожден в доме священника, могут есть то же, что и священник. Дочь священника, которая замужем за человеком не священнического рода, не должна есть священных подношений. Имеется в виду, она, выйдя замуж, переходит в род этого человека, и она уже член его семьи, а не родительской. Но если дочь священника овдовела или развелась, и детей у нее нет, и она снова живет у отца, как в юности, тогда она может есть то же, что и отец. Но никто из посторонних не должен этого есть. Соответственно, вдова или разведенная женщина, если она без детей и возвращается в дом мужа, то она в том же статусе, как он была до женитьбы. Если у нее дети есть, то, по всей видимости, она живет все-таки в роду своего умершего мужа. И вообще-то по закону, по либератному браку, ее должен взять женом кто-то из родственников, младший брат, если его нет, более дальний родственник от его самого умершего мужа. Ну и вот главное, что она принадлежит той другой семье, другому роду своего мужа. Если посторонний не преднамеренно съест святое приношение, но не знал, не разбирается в этих израильских законах, он должен возместить это святое приношение священнику, прибавив одну пятую часть. То есть, та же санкция, что за воровство, но он фактически украл у Бога, но не преднамеренно, это не святотатство, просто вот не разобрался. Пусть они не оскверняют святые приношения, которые сыны Израилева приносят Господу, пусть не едят их, пусть не берут на себя грех, за которым предстоит давать возмещение, ибо я Господь источник их святости. Ну, про священников понятно, общий принцип, пусть будут святы, пусть ничего нечистых не касается, и даже те, кто вокруг них, пусть отделяют их от всего прочего народа. Вот вам, почему в Евангелии Христос, точнее сказать, скорее в послании к евреям, опираясь на Евангелие, Христос называется первосвященником, да? Вот он чист, и одновременно он называется жертвой. А что про жертву? Господь сказал Моисею, и сразу после священников речь идет про жертву, потому что это две стороны единого жертвоприношения, тот, кто приносит, и то, что приносится. И в случае с крестной жертвой Христа, он и то, и другое. Господь сказал Моисею, передай Иерона его сыновьям и всем сынам Израилевым. Если кто-нибудь из сынов Израилевых или из живущих среди них переселенцев приносит Господу жертву всесожжение, по обету или добровольно, то угодной жертвой будет бык, баран или козел без изъянов. Не приносите в жертву животное с изъянами, ибо такая жертва не будет угодна. Ну, понятно, хромое, увечное и так далее. Животное по принципу на тебе, Боже, что мне негоже, вот это не жертва. Это, наоборот, оскорбление. Мы людям в подарок не приносим какую-нибудь там старую порванную одежду или там сломанную вещь, новая, и стараемся хорошая, да, Богу тем более. Если кто-нибудь приносит Господу пиршественную жертву из крупного или мелкого скота, по обету или добровольно, то, чтобы жертва была угодна, животное должно быть без изъянов, ни единого недостатка не должно быть у него. Не приносите в жертву Господу слепое животное, животное с переломом или с увечем, с наростами, с трупами или язвами. Не возлагайте таких животных на жертву, и к дар Богу. Колченогий бык или баран годятся для добровольной жертвы, но как жертву по обету они не будут угодны. Здесь даже более подробно расписано. И добровольная жертва, вот человек просто решил, отдай-ка я Богу пожертвую. Требования менее строгие. Обет этот ты обещал. Вот если ты обещал, то отдай полную цену, тобой обещанную. Не приносите Господу в жертву животных с пораненными, раздавленными, оторванными или отрезанными яичками. Кстати, параллель с священниками очень похожа. Никаких подобных у них увечий не должно быть. Если они есть, то они, соответственно, не могут участвовать в жертвоприношении. Не делайте этого на вашей земле, и у иноплеменника не берите таких животных, чтобы изложить их на жертвы, как пищу Бога вашего. Раз они увечены, у них есть изъян, то ваша жертва не будет угодна. Общий принцип Богу отдается лучше и ценно, а не то, от чего мы хотим избавиться. Прекрасно помню, как однажды объявили в одном из храмов московских сбор книг для заключенных. Они там сидят в тюрьме, им скучно, они просили им прислать книги. Вот кто-то принес учебник чешского языка. И батюшка очень ругался, он не называл человека, который это сделал. Вот явно не нужен человеку учебник чешского языка, он его отдает заключенным, чтобы они там изучали в тюрьме, он им не нужен тоже совершенно. Вот, а надо отдать в хорошее собрание сочинений, либо не отдавать ничего. Господь сказал Моисею, если у коровы, овцы или козы родится детеныш, он должен семь дней оставаться при матери. А на восьмой день и позже он может быть принесен в жертву, как дар угодный Господу. Не режьте корову, овцу или козу один день с ее детенышем. Какая, казалось бы, разница, что вот такое сочувствие к корове, но она и на восьмой день будет очень горевать о своем детеныше. Может быть, это такая параллель. Смотрите, на восьмой день обрезывали младенцев, мальчиков в Израиле, да, и до сих пор, кстати, сохраняется у иудеев. То есть, вот восьмой день, день жертвы и для людей, и для животных эта параллель довольно строго выдерживается. Может быть, такой признак, что вот переход из материнской утробы наружу, он и для человека, и для животного требует некоторой адаптации. Адаптации некоторое время это занимает. Помните, там 40 дней, новорожденный мальчик, 80, целых 80 дней. Новорожденная девочка оставляет ее мать нечистой, и она не может приступать к святыням, в том числе, например, священническая жена. Но с животным меньше, восемь, да, то есть, вот какой-то период все равно есть. Вот еще эти ритуалы, они размечают время, они показывают, что и когда возможно. Почему нельзя резать корову, овцу или козу один день с детенышем, вот правда не знаю. Но может быть, это тоже такой маленький заслон на пути фанатизма, да, то есть, ну, не приноси в жертву уже все сразу. Давай как-то воздержись, постепенно это делай. Ну, не знаю, вот может быть еще такой принцип, что жизнь сама по себе священна, даже жизнь животных, и вот там охотник хороший, да, он не уничтожает полностью всю фауну, всех зверей не убивает. Вот и скотовод тоже не должен полностью все зарезать у себя. Когда приносите Господу благодарственную жертву, делайте это так, чтобы жертва была угодной. Ее надо съесть тот же день, до утра ничего не оставляете, я Господь. Это напоминание у нас уже было подробно об этих правилах, соответственно, так, чтобы не тухло, не портилось это мясо. Ну, и жертва – это некоторое вот разовое событие, это не заготовка продовольствия, это некий ритуал. Вот ритуал имеет свои пределы временные. Соблюдайте мое появление и исполняйте их, я Господь. Не оскверняйте мое святое имя, и тогда я явлю мое святость среди сынов Израилевых. Я Господь – источник вашей святости, я тот, кто вывел вас из Египта, чтобы быть вашим Богом. Я Господь. Повторяется эта мотивировка. Почему все эти мелочи? Вот для них, я еще раз повторю эту аналогию, как для маленьких детей, нужно научиться вести себя правильно. Пусть эти правила нам кажутся мелочными, но, тем не менее, для них они были очень важны. Продолжение следует...